В нашей сегодняшней беседе я хотел бы остановиться на вопросе психологической подготовки спортсменов. Этому вопросу, к сожалению, уделяется или недолжное внимание, или вообще эту тему заменяют чисто формальным подходом. Зачастую психологическая подготовка спортсменам сводится к таким понятиям, как воспитание силы духа, воли, то есть совершенно абстрактными выражениями, которые не имеют ничего общего именно с самой психологической подготовкой. Психологическая подготовка – это тот мост, который соединяет тренировочный процесс с выполнением наработанных приемов и техник в реальных ситуациях. Я думаю, нам с вами будет интересно более глубоко разобраться в вопросах психологической подготовки для того, чтобы сделать тренировку более приспособленной к тому, чтобы реализовывать те наработки, технические приемы, навыки спортсменов в реальной боевой ситуации. Что для этого нужно? Для этого нужно понимание того, что без формирования правильного психологического состояния, которое сопутствует выполнению той или иной техники, рассчитывать на то, что эта техника в экстремальной ситуации сможет быть применимой, но наивно. Для того, чтобы создать условия для применения в экстремальной ситуации наработанных приемов и техник, необходимо сделать так, чтобы эти техники нарабатывались или доводились до определенных кондиций именно в том психологическом состоянии, которое максимально будет приближено к боевой ситуации. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы партнеры и тренер понимали, каким образом смоделировать ситуацию боевую в условиях тренировочного процесса. Первое – это, прежде всего, отношение спортсменов друг к другу. Если на тренировке наработка приема доведения их до определенного уровня выполняется в условиях нормального, лояльного отношения друг к другу, то есть, если отсутствует стрессовая нагрузка, которая свойственна экстремальной ситуации, то рассчитывать на то, что данная техника будет с успехом применяться в реальной ситуации, маловероятно. Следовательно, основной момент, на который нужно обращать внимание, это каким образом смоделировать именно психологическую стрессовую нагрузку на тренировке. Этот вопрос очень сложный, обширный, и разобраться в нем мы попробуем в наших следующих встречах. А сейчас я хотел бы просто остановиться на том, чтобы сконцентрировать ваше внимание на том, что это нужно, что без этого добиться реальных результатов невозможно. И давайте начнем этим заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok